Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и с сегодняшнего дня на 10 уровне появилась еще одна коллекционная ПТшка. Ранее на 10 уровне было всего две коллекционки, это был Бадгер и Объект 268-4. Каждый из них обладал очень крутым ДПМом, довольно-таки неплохой броней и существенной живучестью. Но обе этих ПТшки, как Объект, так и Бадгер не обладали рубкой, и это было существенным недостатком для многих игроков. И вот появляется XM66F, тачка, у которой есть частично поворачивающаяся рубка с просто умопомрачительной броней и великолепнейшим орудием. Что касается брони по данной машине, сейчас посмотрим как она выглядит, сравним машину с другими тачками, обсудим ее в ангаре и выкатим ее из ангара, для того, чтобы посмотреть на что она способна, а она реально способна. Но перед этим хочу попросить каждого из вас подписаться на вот этот канал, вот GSN Blitz. Это мой канал, тот, который вы сейчас смотрите. И, ребят, если вы еще не подписаны, вы просто не понимаете, что вы теряете. Вы теряете доступ к огромному количеству видео, которые уже есть на канале. Как вы видите, их более 1100 уже собрано в интуитивно понятных плейлистах, там, где разберется даже ребенок и каждый для себя найдет что-то интересное. Картотека постоянно пополняется, я постоянно снимаю новые видео, новые обзоры, новые разборы всех игровых событий, которые происходят в игре. Короче говоря, ребят, все свежее, все самое новое и в довольно-таки хорошем качестве, как мне кажется, находится уже на канале. Подписывайтесь прямо сейчас, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить видео, ну и обязательно нажмите выбрать все уведомления с канала, для того, чтобы ничего не пропускать. Итак, ребят, возвращаемся к нашему герою. Да, спасибо большое, что оформили подписку прямо сейчас. Наш герой обладает крайне крутой, пускай и очень большой, но все-таки хорошо забронированной рубкой, как вы видите. Здесь есть броня даже без приведенки. Без приведенки здесь 248, порой и больше будет. Что касается приведенки, то она уходит далеко за 400, а порой уходит и за 500. Короче говоря, салба данную машину проковырять, ну очень сложно. Единственной ахиллесовой пятой, которая здесь действительно есть, это есть вот эта зона сверху над орудием. Но с приведенной броней здесь 317. Эта зона будет слабой, только если вы находитесь где-то в низинке, ну и, соответственно, сверху вам сюда будут накидывать. Тогда вопросов нет, пробивать будут. Но при этом всем, ребят, вот в такой вот проекции, если вы стоите, да еще и опускаете орудие вниз, отыгрывая от какой-то неровности, вы просто не прошибаемы никем. Верхний бронелист имеет 416 единиц приведенки в таком случае. И если вы прячете нижний бронелист за каким-нибудь холмиком, то пробить вас практически нереально. При этом всем вы имеете возможность не шевелясь абсолютно корпусом, доворачивать рубкой, отслеживать своих соперников, короче говоря, творить вакханалью на картах, там где вы играете от неровности. Что касается бортов, да, по бортам здесь грустно. Как только вы стоите бортом, то пробивают вас в районе гусениц, абсолютно спокойно пробивают в довольно-таки огромную серую зону, которая находится в корме. Вот это вот, не знаю, коробка, не коробка, ну, я интуитивно понимаю, что там находится типа двигатель, и он будет критоваться. Ну, короче говоря, ребят, не поворачивайтесь кормой, и будет вам в жизни счастье. Причем это касается не только игры. Что касается того, насколько удобна машина в использовании, очень удобно. Это связано с тем, что она в себя впитала, ну, наверное, самое лучшее, что можно было взять от Бадгера и от Объекта 268. О чем я говорю? Кто-то скажет, что, допустим, Бадгер имеет выше ДПМ. Да, соглашусь, но согласитесь, 8% это не настолько и много. Ну, а мы взамен того, что теряем немножечко по ДПМ, обладаем рубкой, которой можно поворачивать, не трогая корпус. При этом всем кто-то скажет, что у Бадгера пробитие на 5 единиц выше. Соглашусь, но опять-таки 5 единиц не так уж и много, и поверьте мне, особой разницы в игре вы не почувствуете. Что касается альфы, да, 460 альфы и 650 у Объекта 268.4, это существенная разница. Против 410 у нашего героя. Но опять-таки, вы, ребят, имеете возможность реализовать как данную альфу, так и данный ДПМ абсолютно спокойно. Причем более результативно порой, нежели на самом Бадгере или на Объекте 268. При этом всем перезарядка составляет, грубо говоря, 7 секунд. При том, что у Объекта составляет целых 13 секунд. И да, окей, вы альфач, но при этом стреляете практически в 2 раза реже. А это существенно. Что касается дополнительных позитивов, так это великолепная подвижность. Мало того, что у нас есть рубка, так мы еще и имеем возможность по карте передвигаться. На Бадгере передвигаться по карте мне лично довольно комфортно. Это при том, что у него вперед 34 и назад 12. Здесь мы имеем подвижность от Объекта 268. 40 вперед и крутых 20 назад. Плюс к тому, у нас есть аварийная гусеница. Да, ребят, вот точно так же, как у Йоха, вы имеете возможность, если вам даже гуслю сбили, все равно откатываться назад. Пускай с 4 километрами в час, но все-таки откатываться, а не баранам стоять на месте. Что касается результативности, я не обращал бы внимания на цифру в 64%. Она очень крутая, она круче, чем у всех на уровне. Но, ребят, этот процент был собран теми игроками, которые тестили данную машину. И, понятное дело, что поиграется немножко XM66F в рандоме, ребята к нему привыкнут, ну и, понятное дело, разбирать его будут немножечко почаще. Хотя задача эта далеко не самая легкая. Если сравнивать прям со всеми ПТХами, которые есть на уровне, то, безусловно, здесь есть еще великолепный лидер по ДПМу. Это Объект 263. Но крайне скудный угол склонения орудия вниз, отсутствие рубки, все это очень часто на многих современных картах хоронит данную машину в современном рандоме. Поэтому, ребят, я считаю, что XM66F это потенциальный имба ПТ-танк или как его назвать. Но я не могу его назвать нормально ПТХой, потому что у него, как я уже сказал, есть рубка, которая просто офигительно забронирована. Поэтому я бы сказал, что это такой себе тяжелый танк с точным орудием, который не обладает возможностью полностью поворачивать свою башню. Что касается нижнего бронелиста, то он картонный, но расположен под довольно-таки прикольным углом, поэтому даже в него очень часто не залетает, на удивление. Ну а тем более, если вы будете его где-нибудь прятать умело, то, соответственно, проход вами будут абсолютно полностью закрыт. Ну и протолкнуться через вас в виде преграды в какой-нибудь улочке, там где вы стали, спрятав свой нижний бронелист за каким-нибудь разбитым автомобилем или кучей мусора, очень-очень сложно. Что касается ТТХ по орудию, стоя в ангаре, с учетом установленного оборудования. Но обратите внимание, время сведения 4 секунды. Да, это не очень приятная цифра, но в бою играется вполне нормально, на удивление. Разброс заценим в самой катке и скажу заблаговременно, мне лично вполне себе комфортен, как по цифре, так и по играбельности. Что касается ДПМа, то 3517, 7 секунд перезарядки, как я и говорил, 270 пробития на базовом снаряде. Более чем достаточно, чтобы играть. Я не думаю, что у кого-то появится желание поставить себе калиброванные снаряды и таким образом увеличить время перезарядки. Оно просто того не стоит. Что касается тех танков, которые вы пробить не сможете базовым снарядом, то у вас есть кумулятивные. Да, вы набрасываете на 60 единиц меньше, но при этом практически гарантированно пробиваете соперника, имея пробитие в 340 единиц. И плюс к тому, ребят, обратите внимание, что при всей своей забронированности рубки машина имеет минус 10 угол склонения орудия. Это просто божественный угол склонения не только для ПТшки, но и для других танков, как на 10, так и на любом другом уровне. Ну, что касается аварийной гусеницы, я вам уже говорил, можете откатываться, если вдруг вам сбили гуслю. Ну, что, давайте этого монстра, по-другому я его назвать не могу, заценим в реальном бою. Итак, ребят, давайте будем заценивать. И первое, что мы заценим, это подвижность. Как вы видите, абсолютно не уступаем объекту 704-му. Едем классно, упрямо. И я бы сказал, фиг нас кто остановит. Вот, действительно, очень хорошая по подвижности ПТха получилась, и мне очень понравилась. Плюс к тому, у нее довольно-таки неплохая маневренность. Такая, знаете, тугая, тяжелая, но она присутствует. И это действительно классно. Стоя где-нибудь вот здесь, конечно, я никого не выцелю. Потому что мне не хватит все-таки даже моих великолепных минус 10. Но если я отъеду немножко левее, подъеду вот так вот стану, то, пожалуйста, я вполне спокойно могу выцеливать тяжелые танки. У меня еще и даже ниже орудие гнется. При этом всем они меня фиг проковыряют. Вот сейчас он меня реально пробить не сможет никаким образом. Я на всякий случай откачусь. На тот случай, если он чуть-чуть все-таки подъедет вперед и попытается закинуть мне немножко выше орудия. При этом всем я могу подъехать еще раз. Вот, как видите, 630 непробития первых мы уже получили. Короче говоря, стоять на позиции и выдерживать эту позицию. На данной ПТХе, ну, просто, просто плевое дело. Серьезно. Ни разу не составляло труда где-нибудь выдержать 2 танка, а порой даже 3, которые пытаются атаковать. Что касается того, чтобы пойти в прорыв. Машина и на это способна. Подвижности достаточно. И как только ваши союзники начинают уходить вперед, вы вполне спокойно можете ехать вместе с ними. Так, сейчас немножко перекочусь, ребят, и продолжим с вами разговор. Как вы видели сейчас, падала, падала вниз бабаха. И при этом всем я, не доворачивая полностью корпус, пользуясь поворотной рубкой, смог довыцелить данную ПТшку и вполне спокойно в нее забросить. По ТВПшке, не знаю каким чудом, но получилось так, что пробития не произошло. Это очень обидно, конечно, но как есть, так есть. Давайте подтянемся еще немножко. Попытаемся выцелить вот этого товарища. Что касается времени сведения. Помните, я говорил о том, что у него время сведения у XM составляет 4 секунды. Но в бою, ребят, очень классно. Реально классно, приятно, комфортно. И я не могу сказать, что прям совсем унылое и долгое время сведения. Мне лично хватает. Да, приходится немножко дольше подождать, нежели на некоторых других машинах. Но в то же время, давайте будем говорить откровенно, многие другие машины обладают существенно ниже уровнем бронирования. Ну и, соответственно, существенно ниже имеют живучесть. Закинул таки. Таки закинул. Да, выцелил. Потерял он прилично по ХП. Но все-таки решил, что оно того стоит. Навряд ли в данном бою у нас сейчас будет победа. Дело в том, что я остался здесь один. Меня контрят с двух сторон. При этом всем ко мне еще и Т-95 подъехал. Ну а мои союзники где-то пасутся. Я не думаю, что для нас это закончится однозначной победой. Но то, что я продержусь еще определенное время, ну и, соответственно, смогу быть полезен, это однозначно. Вот работа на аккумулятивах. Т-95 полностью красный для меня. При этом всем, ребят, я вполне спокойно пробиваю его в щеки. Это действительно круто, потому что мало какая машина с этим может справиться. Жаль. Жаль, не доживу. Не доживу. Нет, дожил. Я дожил, ребята. Знаете почему? Просто потому, что машина удар держать умеет. Не знаю. Не знаю, как для кого и кто как отреагирует на данную ПТ-ху. Возможно, кто-то будет ее хаять. А для кого-то, как для меня, эта ПТ-шка станет новой мечтой. Я действительно хочу себе доодурить данную ПТ-ху, понимая, что она не то, что могет. Она просто-таки разрывает. Она разрывает всех в хламину. И в этом ее огромный позитив. Ну, шикарно, ребят. Серьезно. Не то, чтобы я расхваливал прям все, что есть в этой игре. И многие из вас, кто смотрит канал, давно знают, что очень часто появлялись на продаже машины, которые всеми, всеми ребятами, ютюберами с пеной у рта превозносились. И рассказывалось, что это имбы, что их обязательно необходимо покупать за какие-то 20-25 тысяч голды. Но вот эта тачка действительно стоит вашего внимания. А про многих я говорил обратное. И говорил, что это дурная трата денег. И что эта машина подойдет далеко не каждому. И что имбовать на ней сможет далеко не любой игрок. А на вот этой машине действительно сможете. Потому что даже тот игрок, который не сильно умеет играть, тот, который не умеет качественно танковать, он все равно сможет справиться. Потому что данная ПТХа, она действительно прощает огромнейшее количество ваших ошибок, которые вы потенциально можете совершить в бою. Я понимаю, что сейчас явно найдутся комментаторы, которые напишут, что ГСН хвалит данную ПТХу только лишь потому, что она появляется сейчас в игре. И, соответственно, ему необходимо зарисоваться перед Wargaming. Но нет, ребят, я хвалю ее, потому что есть за что хвалить. Хвалить за то, что она впитала, как я уже говорил, в себя все наилучшее, что есть у ПТХ на 10 уровне. Да, у нее нет какого-нибудь там орудия с магазином на 4 снаряда, как у проходной 40-05, или, допустим, она не обладает таким уровнем альфы, как Бабаха, или, возможно, нет системы дозарядки, как у Минотавра. Но все-таки, ребят, это ПТХа, пускай и с цикличным орудием, но все-таки очень точным жалящим, и с возможностью постоять спокойно на месте, свестись, выцелить серую зону. Ну а в это время ваш соперник в панике будет пытаться выцеливать серую зону у вас. Коих у данной ПТХи на данный момент не так уж и много. Ну вот я стою себе спокойно, свожусь, прицеливаюсь и, соответственно, пробиваю, ну а меня пробить, к сожалению, соперника соперник не смог. И я не собираюсь отсюда никуда уходить. Я прикрыт частично выступом балкончика. Мой нижний бронелист не светится. Ну и, соответственно, я могу попытаться здесь что-то поделать вот такое вот, для того, чтобы его подразнить. Подключаем голду, пробиваем, ну и, соответственно, отходим назад, дабы лишний раз не рисковать. Все, ребят, победа. Пускай один фраг на счету, но сейчас посмотрим на количество того, что мы смогли настрелять. Ну а вы там можете взять калькулятор в руки и посчитать, что мы при этом всем еще и получили в виде непробития. Короче говоря, машина доставляет массу удовольствия. И я безумно хочу себе ее получить. Даже если я не получу ее в грядущих событиях, я не достану, может, ее из какой-то коробки, или, возможно, я не смогу забрать ее из снежного шара. Но, ребят, знак классности мастер, огромное количество нанесенного урона, практически 5000, и это однозначное лидерство в нашей команде в отношении урона. В целом, меня сподвигают к тому, что рано или поздно я эту ПТшку все равно куплю себе, как только она появится на продаже. Вот оно, ребята, первое место, вполне себе заслуженное. Сейчас похвалим наших союзников, которые составили нам довольно-таки неплохую компанию в этом бою. Однозначно похвалим наших соперников. Они действительно достойно сражались. И я рекомендовал бы вам хвалить не только своих союзников, но и соперников, потому что они такие же игроки, как и вы, и достойны вашего уважения, если они себя вели в бою качественно и честно. Поэтому, ребят, не скупитесь на лайки своим соперникам. Что касается, кстати, ребят, того, что мы имеем в отношении на стрела и надетого на количество фарма, которое вы можете получать на этой машине. Это не фармер, это коллекционка, но при этом всем, ребят, посмотрите на результаты. 185 тысяч серебром с учетом према-ккаунта. 157 тысяч без учета према. Что касается нашей эффективности. Ну, вот наша эффективность, как вы видите, налицо. Полную статистику можете рассмотреть более подробно самостоятельно. Заблокированного урона 2610 единиц. Это небольшая цифра, потому что просто по нам не так уж и часто стреляли. А стреляли бы, ребят, почаще, количество заблокированного урона было бы явно побольше. Короче говоря, ребят, ПТ-ха действительно удалась. И здесь я могу лишь аплодировать стоя разработчикам за то, что смогли скомпоновать ее именно в таких технических характеристиках и не сделали ее какой-то ущербной. Спасибо большое за просмотр. Всем желаю получить XM66F и фаниться на ней. Я побежал снимать следующее видео специально для вас. Ну, а вы, друзья мои, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мира вам, друзья, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова